Лица безопределенного места жительства, как и туберкулез, существовали всегда. Среди выявленных в этом году в Бендерах более 50 заболевших. На долю бомжей приходится 3%. Кроме того, 22 человека уже стоят на учете, как больные туберкулезом. Из них 9 активно выделяют бациллы в окружающую среду. Вот и в Бендерах у каждой службы свои списки, в которых фигурирует разное количество людей. Привлечь к проблеме общественников попыталась и директор службы социальной помощи Наталья Борден. Все исследования говорят о том, что если помощь оказывается в течение первого года, когда человек становится бездомным, тогда гораздо выше процент того, что человек выйдет из кризисной ситуации и продолжит жизнь в социуме. Возникают трудности, с которыми не в состоянии справиться даже общественные организации, где бездомные могут помыться, куда направить их на ночь. Вопрос неотложный, не за горами морозы, особенно тяжелое время для тех, у кого нет крыши над головой. Общественный совет уже поднимал этот вопрос не раз. Когда температура опускается ниже нуля, бездомные могут переночевать в городском вытрезвителе, но там их не кормят. Лица без определенного места жительства рассказывают, что устали от призвливого и равнодушного отношения к ним окружающих, от голода и холода. На вокзалах их не пускают, из магазинов подъездов заняют, потому что одежда у них грязная, запах соответствующий. Эпид-обстановка по сравнению туберкулеза в Бендерах и пути решения ситуации были определены в резолюции заседания общественного совета. Один из пунктов – это создание пунктов временного пребывания лиц без определенного места жительства. Возможен вариант только ночного приюта, обеспечения хотя бы один раз в сутки горячего питания. Общественники предложили инициировать принятие закона о борьбе с бездомностью, бродяжничеством и социальной реабилитацией лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Привлекать к этой проблеме нужно не только внимание властных структур, но и простых горожан. Общественный совет рекомендует для начала организовать в городе центр социальной помощи, где бездомные могли бы помыться, пройти флюоросмотр, получить медицинскую консультацию. Продолжение следует...